всем привет этой весной я пересаживала и стригла обрезала свой розмарин так и не такими они уже стали посмотрите предыдущий ролик вы удивитесь какая разница и сейчас я собираюсь снова их постричь потому что они торчат во все стороны густо очень здесь у меня много растений которые стоят рядом за окном на подставке специальной и они загораживают свет остальным растениям да и себе тоже вот я собираюсь сейчас немножко проредить здесь ветки начну снизу кто видел возможно помните я формироваю бонсай из розмарина в литературном стиле то есть это такой изящный достаточно стиль с малым количеством ветвей и длинным изогнутым стволом поэтому значит чтобы стилю они соответствовать продолжали нужно мне обрезать нижние ветви вот тут эту поросль здесь убрать вот здесь очень густо тоже растет если вот эти убрать листики то ветвление не будет дальнейшего в этом месте ствола я не не заметила чтобы он пускал ветви хотя вот у этого появились я все убирала здесь но тут вот явилась так здесь значит вот эту наверное я уберу которая так торчит сторону слишком сильно выходит за пределы горшка эти ветки листья тоже надо убрать сейчас я вот этот тоже тут беру чтобы было видно соседей можно было разглядеть тогда значит вот с этим определимся здесь очень интересная вы получилась такая развилка вот это вот ветка изогнутая красивая выросла сейчас посмотрим что из этого лучше убрать а что оставить так направленные горизонтально тоже убираю здесь вот эту нижнюю тоже я уберу эту совсем потому что она низко и отходит почти перпендикулярно не интересует ветви вот которые идут вот взогнутые вверх это растение вот оно такое сейчас тоже горизонтальную веточку убираем этим убираем горизонтальные нижние вот эти убираем чтобы они ствол не сгораживали они здесь мне точно будут не нужны и чем они меньше тем меньшую рану они оставляют быстрее зарастет достаточно быстро зарастает зачем же травмировать лишний раз вниз направлено интересно тоже так вышло если бы такая ветка выросла где-то сверху я бы прям ее оставила бы значит идем дальше здесь очень густо получилось поэтому нижние я тут уберу тоже все так это уберу под 90 градусов направлено так с остальными сейчас тоже разберемся вот этот кустик этот кустик интересный такой получился из-за того что он самый низкий и ему постоянно не хватает света вынужден искать себе новые лазейки чтобы получить освещение так как кроме кроме соседей по горшку еще ему затеняют свет другие растения тоже соседних соседних горшках так и пожалуй что вот ради разнообразия можно вот этот куст оставить каким-то таким вот кустом но не очень не очень высоким чтобы они смотрелись в этом горшке оставить это растение низкого роста так вот это я убираю вот это я убираю вот эта веточка мне нравится но она вот пойдет сюда за пределы немного выпало у меня видео выключилась камера в общем это я уже закончила это деревце такое получается теперь работаем с этим я вычистила ему вот здесь заросли теперь надо решить какие ветки здесь уйдут и какие останутся сильно широким я его делать не хочу мне нужно было бы ему еще ствол немножко вот и более извилистым сделать потому что сейчас он практически прямой надо надо выбрать какую-то ветку на которую все перевести и к тому же еще он если брать вот этот вот толстый он практически одной толщины то есть не меняет конусности вообще нет никакой поэтому нужно я думаю вот эту толстую убрать вот так прямо обрезать ее вот здесь и выбрать какую-то вот вот такую тоненькую здесь две тоненьких вот эти но они перекрещиваются я сейчас что сделаю мне нравится вот эта веточка как выглядит вот то что вот здесь вот такая развилка но мне очень нравится что это далеко ушло поэтому здесь я сделаю короче эту оставлю а вот это уберу так как они крест на крест растут друг дружкой вот и вот это тоже прищипнут покороче надо ее направить розмарин как и гранат тоже выращивают перпендикулярно листья одна пара идет в одну сторону до вторая в противоположную под 90 градусов вот это скорее вот станется пара что не сюда веточки пойдут сюда и сюда вот это тоже можно сделать короче как нибудь вот так сейчас здесь такой пучок поэтому ничего не разобрать снизу вот так вот я уберу листья наверное даже вот это я совсем обрежу она очень толстая здесь вот есть более тоненькая и она разветвляется здесь вот чтобы сбежистость получить вот так я это сделаю и уберу вот эту ветку вот вот эти я тоже уберу и вот эту можно прищипнуть сверху покурить вот так оставить это прищипнута как следующее зачем дерево сейчас наверное я закончу с вот этими боковыми а потом перейдем к центральному здесь нужно мне кажется срезать макушки потому что они очень высокие уж если делать то это дерево которое в центре делать самым высоким получается пока что вот эти с ней соревнуются и вот это тоже догнала уже так вот из-за этих вот вот этого пучка ничего нельзя разобрать я думаю можно вот это убрать здесь есть маленькая веточка вот еще есть ее можно прищипнуть немножко даже вот так обрезать вот эти начнут ветвиться более тонкие пойдут ветки будет гораздо лучше так теперь здесь идем сюда та же самая история здесь хороший изгиб но надо ее переводить на более тонкую вершину я имею ввиду поэтому вот это я отбираю здесь мы делаем короче вот сюда вот здесь и это тоже надо сделать короче красивый изгиб но очень высокая какой-нибудь вот такой получается изогнутой стволы я даже думаю что в следующий раз просить последующие обрезки вот этот уйдет это даст боковые какие-то сюда вот возможно и что-нибудь тут шапочку сделает а это мы уберем но можно наверное нет пусть пока побудет пусть будет не буду сейчас обрезать так и все здесь все решили вот это немножко короче надо сделать и и вот это все остался центральный все остался центральный сейчас просто короче так сделаем так сейчас просто короче так сделаем вот здесь вот здесь то что она вниз растет думаю не нужно оставлять тем более она растет из внутренней части из внутренней стороны угла вот тут вот изгиб из внутренней стороны ветка ветка так не должно быть так 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 это убрать лучше чтобы здесь не росло больше боковых так 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 Вот этот уже очистить желательно. Так, и я думаю, что можно вот эту ветвь тоже убрать полностью, оставить вот здесь, оставить вот эту шапочку сверху. Или пока не надо. Вот эту покороче надо сделать. Даже вот так вот. То, что внутрь растет, я уберу. Это вниз направлю, тоже уберу. Я ее пока сокращу, вот эту ветку. Просто короче сделаю. Потому что вырастет ли тут еще что-то, неизвестно сейчас. Вдруг она потребуется. Возможно, надо будет перевести на нее ствол, вот так вот, при следующей обрезке. Она здесь нарастит новые ветки, и возможно мы переведем туда. Вот такой лесок у меня получился. Здесь немного надо почистить. Вот это. И вот здесь тоже растет прямо из развилки ветка братья. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на канал, увидимся с ним весной, будет пересадка. А возможно и раньше, возможно осенью. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Мне всегда интересно читать ваши комментарии, отвечать на вопросы. Это помогает мне вести канал. Всем удачи!